Встреча с Татарстаном Тарасова Евгения Максимовна О том, где и как принимали наших олимпийских триумфаторов Алмаз Гафиатов 190 улиц и 430 домов В текущем году нас ждет не менее жаркий дорожный сезон Казань готовится к масштабным ремонтным работам Анна Городнова подробнее Цирк до и после И звук достаточно очень хороший, до сих пор еще разбираемся Как почувствует себя зритель в обновленном казанском цирке Узнала Альбина Минебаева Лучшие женщины Давайте с чем-то настроение Жить, трудиться, рожать Кто они? Женщины года Альбина Слагараева Медали за медали Сегодня татарстанские призеры Олимпиады получили государственные награды В Казанском Кремле их честовал Рустам Мениханов Андрею Ларькову Орден Дослэк Анне Ничиевской Евгении Тарасовой Медаль Ордена за заслуги перед Республикой Татарстан Тренерскому составу Главам Федерации Благодарность президента Алмаз Гафиатов О том, как чемпионы уже начинают путь За новыми наградами Это особая история для нас К такому вниманию не привык даже опытный лыжник Андрей Ларьков Казалось бы, до этого у спортсмена уже были крупные победы на международной арене Но с медалями Олимпиады не сравнится ни один чемпионат мира и Европы Третий После Гульнары Галкиной Самитовой и Светланы Деминой В стенах Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма Появилось панно представителя зимних олимпийских игр Именно Андрей Ларьков стал триумфатором игр в Пьончхане 2018 После возвращения на родину спортсмены не могут даже выспаться Многочисленные интервью, встречи на разном уровне, поздравления друзей и родственников Это лишь малая часть той славы, которая обрушилась на участников И очень сильно развиваясь рабочего графика Вчера вот бежали в соревнованиях как раз в лактике Это очень неважный выступ, связанный с тем, что постоянно встречи что-то другое Ну и же спортсмены свободного времени практически нет с утра до вечера тренировки Когда закончилась наша гонка, эмоции зашкаливали И какое-то внутреннее опустошение уже было эмоциональное И сейчас, когда приехали домой, хотелось немножко отдохнуть Но за эти четыре дня не удалось Потому что везде это внимание, сообщения, звонки И не знаю, хотелось от всех скрыться уже, конечно Андрея Ларькова наградили Орденом Дуслэк А Евгения Тарасова и Анна Нечаевская были награждены за заслуги перед Республикой Татарстан Тренеры также получили благодарственные письма Хочу поблагодарить вас за ту победу, которая была вами завоевана Поблагодарить всех вас и пожелать успехов Бигдур Ахмад Варазгадай Для всех спортсменов начался новый олимпийский цикл длиною в 4 года Анна и татарстанская команда в Китае планирует замахнуться уже на золото Алмаз Гафиатов, Данил Филатов, ТНВ, Казань 28 женщин, 20 вопросов и все это успеть за час Рустам Мениханов сегодня поздравил с наступающим праздником Представительниц прекрасного пола в сфере журналистики Это традиционный прием и традиционно президент отвечает на самые разные вопросы Это и экономика, и бизнес, сельское хозяйство И, конечно, Инстаграм Так о чем говорят мужчины, когда за столом женщины, расскажет Елена Веселова Сегодня в Кабмин можно не по дрест-коду, а по настроению Оно у многих весеннее И хотя камерность встречи диктует протокол Ведь встреча с президентом Все же это скорее неформальный разговор, нежели деловая беседа Хочу вас поздравить с наступающим праздником Для него в сегодняшнем графике это уже не первый диалог И, судя по традиционному фото в Инстаграм, он уже с 7 утра на работе Для них это возможность спросить о самом главном у главного лица республики Впервые за столом и школьницы из Елабуги У них свой канал на Ютуб Подписчиков интересует, как удается президенту быть в такой отличной форме Рустам Мениханов отшучивается, готовится на золотой значок ГТО Ну а дальше уже серьезно Не жалко ли было отдавать своих Дагестан И как приживутся на местах новые министры Они не случайны, они все имеют определенный послужной список И способны решать те задачи, которые мы определяем им на данный этап Я уверен, что у всех у них все будет нормально Потому что это не случайное назначение Это люди, которые доказали делом себя на разных участках Почему так много желающих учиться в МЕД И так мало на выходе тех, кто идет в поликлиники и больницы Может вернуть распределение Если у него желание не будет работать Он не шатасанно, но он будет приходить на работу От него толк какой Человек должен с любым и желанием Тем более медицинские работники Вы представьте, заставить человека работать врачом Политика и бизнес, экономика и финансы И, конечно, то, что волнует зрителей и читателей Вот сельское хозяйство, к примеру Как поддержать частные подворья И что делать с низкими ценами Когда сухое молоко у производителей в приоритете Что такое сухое молоко? Это белый порошок, который, когда восстанавливает молоко Даже куска не кушает И этот продукт едят дети, люди И это потенциальные клиенты системы здравоохранения Федеральные программы в действии Это и присвоение статуса территории Опережающих развитие городам республики Как знак доверия правительству России Переселения из аварийного жилья С одной стороны, это очень тяжелый процесс Где мы сближаем наши позиции С другой стороны, вот вы посмотрите Систополь, Зеленодольск, где большое количество Это целый микрорайон современных домов Здесь нет закрытых тем И открытость диалога, как показатель доверия Журналисты уверены, они получат ответы Президент убежден, его ответы будут без ремарок И на вопрос, как ему удается отвечать за все и за всех Просто Мениханов парирует У него работа такая Когда человек долго уже работает Он должен чему-то учиться каждый день Традиционно фотографии на памяти Через пять минут все разойдутся Они писать статьи и сюжеты Он на следующее заседание В плотном графике президента сегодня еще десятки встреч Елена Веселова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Для собственных продуктов собственная упаковка Новую линию производства сегодня запустили на Казань Оргсинтезе С собственного сырья здесь теперь производят трехслойную пленку В которую будут паковать всю продукцию компании И откажутся от закупок за границей Производство уже оценила президент республики Экономию от импортозамещения подсчитала Лина Зинатумина Сегодняшнего дня на промышленных мощностях Новая линия на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления Расположилась в отдельном полностью реконструированном цехе В строительство инвестировали 316 миллионов рублей Здесь на специальном немецком оборудовании Теперь готовят упаковку для всей отгружаемой полимерной продукции Казань Оргсинтез Сегодня президент Рустам Миниханов пообщался с работниками предприятия И официально дал старт новому производству Вы самый крупный производитель полимеров Группа компании Таиф Каушуков И весь этот продукт Он должен иметь стандартную хорошую упаковку Хорошую упаковку теперь делают самостоятельно Прямо на предприятии По плану больше 2500 тонн ежегодно Мешки из трехслойной рукавной пленки Из собственного сырья И с фирменной маркировкой Ее ставит специальная флексографическая машина Ориентабельно достаточно высокого проекта То есть на уровне 25-30% Выше качества упаковочного материала Это качество мы можем контролировать сами И сами же за это качество и отвечаем Полностью внутри группы Они обеспечивают производство современного упаковочного материала Здесь проведена глубокая модернизация Это современнейшие предприятия нефтегазовой отрасли страны На предприятии благодаря новой линии Не только откажутся от импортных поставок Вырастет объем собственной переработки Производимого полиэтилена И снизится себестоимость продукции Экономический эффект больше полусотни миллионов рублей каждый год Кстати, в цехе место рассчитано и на вторую подобную линию Увеличение мощности тоже в планах Казанюш-Ксинтез Лена Зинатульна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Почти 200 улиц и 430 дворов отремонтируют в Казани в этом году На эти цели из бюджетов страны и республики Выделено 5,5 миллиардов рублей Масштабную программу подготовили с учетом мнения горожан В список вошли дороги, на которые жаловались пользователи В народный контроль и в интернет-приемную мэрии И участки, где чаще происходят ДТП В первую очередь возьмутся за те дороги и улицы, которые ведут к чемпионату мира по футболу в Казани К примеру, вот здесь, от улицы Бондаренко до Сибгата-Хакима Будет 4 полосы движения Именно по этому маршруту будут идти болельщики к фан-зоне Она расположится возле центра семьи Казань Новую дорогу построят за 139 миллионов рублей Она пройдет через частный сектор и потребует сноса 5 домов На их расселение жильцам уже перечислили 48 миллионов рублей Всего же в этом году на ремонт казанских улиц и дворов выделили беспрецедентную сумму 5,5 миллиардов рублей 4 миллиарда 700 миллионов из них из бюджета республики Остальные федеральные Мечтать не могли, что в нашу бытность эти цифры будут реальностью Спасибо президенту, который принял волевое решение, выделил денежные средства Здесь нет ливневки, а из-за ям скорость потока всего 30 км в час В этом году ремонт дойдет и до самой убитой улицы Казани, магистральной Она возглавляла рейтинг общероссийского народного фронта На ее ремонт уйдет почти 630 миллионов рублей Для уменьшения заторов на выезде из Салават-Купере Сделают разворотные петли по Горковскому шоссе Решено сделать разворотные петли, отменить левые повороты В принципе по городу Казани такие мероприятия были проведены по многим улицам И это значительно улучшило интенсивность дорожного движения Там, где больше всего ДТП, появится 32 светофора, 819 дорожных знаков, 20 км ограждения безопасности Программа коснется и казанских дворов Если в прошлом году отремонтировали рекордные 340, то в этом году уже 430 В своем послании Владимир Путин не раз упоминал Казань как пример благоустройства Планку нужно держать У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры Этот опыт есть и в Казани, во Владивостоке, в Сочи Казанцы уже оценили, где стало лучше и знают, где ждут дорожную технику Мавлютово, там у нас починили Хороший сейчас двор Улица Волгоградская, во дворе дом 12 Там дороги вообще нет Канавы, одни канавы Новые дороги проложат в жилых массивах В Северном, Юдино, Саумачах, Борисково, Больших Клыках Всего 59 дорог в 26 поселках Обустроят проезды и к садовым обществам Будет ли отремонтирована дорога на вашей улице, можно узнать на сайте мэрии Анна Граднова, Льжат Мухаммедов, ТНВ, Казань Полный апгрейд почти за миллиард рублей Казанский цирк готов принять артистов и зрителей после грандиозного ремонта Так, за полувековую историю главный манеж города еще ни разу не обновляли Здесь не осталось ни одного места, куда бы ни добрались руки рабочих От гримерок до купола цирка Альбина Минебаева о цирковых превращениях Я извиняюсь, конечно, что-то капает Не вижу Эта лужа на обновленном Казанском манеже стала чуть ли не гвоздем программы пресс-конференции Но почему с купола капает, руководство так и не объяснило Сегодня цирк показали после ремонта вложение почти в миллиард рублей По словам директора, все почти готово Это новое покрытие, оно еще до конца совсем не сделано, но еще покрываться будет один раз 11 месяцев ремонта, изменения уже со входа Большая часть денег ушла на ремонт манежа купола цирка Но вложились и на зрительские ощущения Что уж точно отличает старый цирк от нового Так это свет на его полное оформление цветовое и звуковое Вложили больше 120 миллионов рублей Говорят, такого нет даже в столичном питерском цирке Так что казанский зритель сможет уловить каждые моменты и нюансы Они просто будут немного мощнее и посовременнее, чем были Те уже как бы уже изжили свою жизнь К работе с новыми прожекторами осветители пока только привыкают У Елены Гореевой сегодня первый рабочий день после циркового апгрейда Техника лишь готовится осветить, на что способны артисты Фильтра еще не установлены пока, все нужно устанавливать Теперь в цирке есть кондиционеры, новая вентиляция, такая же система в конюшне Два кондиционера получается, они стоят у нас вот здесь вот на улице, два больших И в других цирках в два раза меньше Ремонт цирки окончательно не завершен Отладить и докрасить обещают до 17 марта, к первой премьере Еще сутки и дошлет главный ковер Манежа Второй ковер для нового цирка, еще один день и он будет готов Альбина Небаева, Амир Залешев, ТНВ, Казань Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее Новинки Центра избиркома Избирателю вместо бюллетенек выдается вот такая карточка со штрих-кодом Что поможет почитать голоса на выборах и как к этому отнеслись, узнал Дмитрий Аринин Лучшие женщины Давайте сейчас лучше настроить жизнь, трудиться, рожать Кто они? Женщины года Альбина Слагараева С рабочим визитом в Казань сегодня прибыл Михаил Бабич В аэропорту его встретил президент Рустам Миниханов Завтра полномочный представитель ПФО проведет совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития республики Позже примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню Сегодня Рустам Миниханов в Доме правительства встретился с представителями немецких промышленных компаний С иностранными гостями они обсудили перспективы сотрудничества в сфере компрессоростроения и развития рынка газомоторного топлива Сегодня развитие этого рынка является крайне актуальным для Татарстана, сказал президент Уже на другой встрече Рустам Миниханов обсудил результаты работы с руководителями республиканского штаба Общероссийского народного фронта Он высоко оценил работу активистов движения, оказывающих позитивное влияние на решение проблемных вопросов Таких как ЖКХ, качество дорог, доступность инфраструктуры для маломобильных граждан Также сегодня в Казахском Кремле президент встретился с представителями религиозных конфессий Главная тема беседы необходима с дальнейшего укрепления и совершенствования государственно-религиозного взаимодействия В различных сферах укрепления гражданственности и патриотизма Противодействие различным проявлениям радикализма, а также сохранение мира и спокойствия в республике В Москве вспоминают Фикрята Табеева Накануне цветы и венки несли к его могиле родственники и бывшие коллеги 4 марта бывшему первому секретарю татарского обкома исполнилось бы 90 лет Скончался Фикрят Табеев в Москве в 2015 году И был похоронен на мусульманском Даниловском кладбище столицы На могиле по инициативе республики установлен надгробный памятник Обладал феноменальной памятью, редким даром убеждений и способностью выносить судьбоносные решения Как позже выяснится самое правильное Каким был Фикрят Табеев для коллег, детей, продолжателей его дела? Рамиль Шайдулин Сегодня у нас с вами рабочий праздник Это было в его духе, работать самому и давать работу другим Передовую по тем временам Сотни татарстанцев получили должности конструкторов и инженеров А тысячи механиков, лаборантов и сборщиков Когда с разницей в пару лет на карте СССР появились КАМАЗ и Нижнекамский Никтехим Человек, который сделал республику индустриальную Ведь посмотрите, все объекты промышленности, Нижнекамские зоны, КАМСКИЕ зоны Они реализованы в период работы Фикрят Ахмедзяновича Всего этого могло не быть, если не умение Табеева вести диалог По легенде, челнинский автогигант должен был появиться далеко на севере страны Брежнев ехал на поезде, там в своем вагоне Ехал в Красноярскую область Потому что этот завод должны были строить там, в Казани Наш папа Фикрят Ахмедзянович сел И он ему все время рассказывал, пока ехали Насколько важно и нужно этот завод строить именно здесь Некогда секретарь Нижнекамского комсомола Вспоминает, как поздоровался с Табеевым за руку на одном из собраний И как спустя пару лет увидел его вновь Молодого специалиста вновь представили Табееву Но зря Ты чего его в меня представляешь? Я его прекрасно знаю Я думаю, елки-пелки Это столько, два или полтора года прошло Это же мимолетная встреча, у него такая память Шесть с половиной лет Фикрят Табеев посол СССР в Афганистане Так он плавно становился дипломатом Что на войне делать было крайне сложно Особенно тяжелый нож на него возник в Афганистане Это очень тяжелый нос Но он сумел объединить усилия и армии И политического состава, и дипломатических И не случайно столько орденов Ленина Полная грудь орденов и полный дом внуков У него их 16 Самая старшая внучка вспоминает Дед был образцом настоящего мужчины С детства прививал любовь к книгам Например, у нас любимая книга Называлась «Золотая ригма» Это сказки про животных И открываешь, что первая страница подписана им Причем это не просто там Внучке такой-то год А это прям длинное-длинное Целое письмо на первой странице О том, чего бы ему хотелось нас увидеть Любить родину и никогда не останавливаться Фикрят Табеев хотел видеть внуков настоящими патриотами Каким был он и сам Дальновидным, ярким и любящим республику Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань Сегодня в Казани открылся ситуационный центр По мониторингу проведения президентских выборов Площадка создана для работы территориальных координаторов Они будут следить за избирательным процессом Обрабатывать жалобы от наблюдателей И составлять акты реагирования Все данные от координаторов будут стекаться в федеральный штаб в Москву Для удобства центр оснащен современными гаджетами и интернетом До 18 марта центр будет работать в тестовом режиме Здесь будет проходить обучение территориальных координаторов Ситуционные центры, они как правило регулярно открываются И во многих субъектах, не только в республике Татарстан Но на сегодняшний день, сегодня мы открываем ситуационный центр Который создается совместно с общественной палатой республики Татарстан И с всероссийским общественным движением Корпус наблюдатель за чистые выборы А конкретно с его татарстанским региональным отделением То есть в результате того, что мы подписали соглашение Демонстрационный показ устроили на ток-шоу Сегодня в Казале центр Исмерком Татарстан презентовал Кэги и Коибы Комплексы электронного голосования и устройства обработки избирательных бюллетеней Новинки тут же обсудили с участниками избирательного процесса Представителями кандидатов и общественниками Какие вопросы возникли по поводу гаджетов ЦИКа И как они смогут обеспечить прозрачность голосования Узнавал Дмитрий Аринин Избирателю вместо бюллетеней выдается вот такая карточка со штрих-кодом Так в Татарстане можно будет выбрать президента страны С помощью комплекса электронного голосования Таких устройств в республике 144 В молчаливом режиме оно будет у себя фиксировать соответствующие данные А это уже комплекс обработки избирательных бюллетеней Здесь перед их падением в урну сканер считывает и суммирует голоса Таких устройств в республику поступило 42 Новинками оборудуют самые крупные участки Мы считаем это, значит, будет тоже определенным, значит, шагом В повышении доверия, значит, нашему населению в этот процесс Как работают эти новые гаджеты ЦИКа Сегодня досконально показали представителям кандидатов в президенты Я смотрю вот на эти аппараты, да У меня возникает такой, а кто за ними, за этими аппаратами Кто вот этот вот управляющий Какие сомнения, то, пожалуйста, знаете Заболе это будут много сегодня Участковая комиссия пересчитает, почему эти бюллетени После всех разъяснений участники встречи в целом поддержали внедрение таких устройств В том числе и гость, известный актер Михаил Пореченков На это смотрю и говорю, меня это восхищает Мне нравятся эти технические новшества, которые применяются на уровне Прозвучала здесь уже блокчейн, применительная контроля на входе голосования Вы понимаете, вот технические новшества, это прекрасно, это хорошо Уберем человеческий фактор, и когда будет за все это дело отвечать электроника, это уже переходит в другой формат вопроса Вопросы задавали, все были конструктивные, новшества мы оцениваем очень положительно Положительно участники встречи оценили такой формат общения, где все вместе можно устроить всестороннее обсуждение Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Региональный избирательный штаб Владимира Путина сегодня посетил Михаил Пореченков Заслуженный артист пообщался с волонтерами, рассказал о своем видении будущего России Встреча с олимпийскими чемпионами по хоккею и о своей карьере Волонтеры, в свою очередь, угостили гостя Чак-Чаком и попросили автограф на память о визите Говорить о том, что уже сделано и что в дальнейшем предстоит сделать Какой вектор развития, толчок должен быть дан стране Ну а спели хором, поговорили об искусстве и политике Накануне волонтер избирательного штаба Владимира Путина с Михаилом Турецким Основатель хора Турецкого рассказал об истории своей звучной фамилии О том, как пришел в музыку и ответил на все вопросы волонтеров Невероятное настроение, невероятный драйв патриотизма и гордости за великую страну И нам надо объединяться для того, чтобы развиваться дальше Путешествие, которое объединяет Сегодня в Набережных Челнах стартовал автопробег спортсменов-инвалидов По инициативе благотворительного фонда Идель Урал Люди с ограниченными возможностями проедут маршрут Челны Москва Это почти два десятка человек, среди них мастера шахмат, шашек и игры дартс Пробег проводится с целью укрепления дружественных связей А также с призывом общественных организаций-инвалидов Активно участвовать на выборах президента России, которые пройдут 18 марта По пути в городах Казань, Чебоксаре, Нижнор, Владимир, Москве Мы будем участвовать на мероприятиях спортивно-культурные И конечно же эти общественные организации будем призывать Чтобы они активнее участвовали на выборах президента Российской Федерации Не останавливаться на достигнутом Под таким лозунгом продолжает свое турне по республике победный экипаж КАМАЗ-Мастер Напомним, в пятницу президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ордена За заслуги перед отечеством третьей степени руководителю команды Владимиру Чагину Сегодня его коллеги, пилоты Дмитрий Сотников, Антон Шибалов Приехали на встречу с болельщиками в Нижнекамск Спортсмены рассказали о победах, призвали, привезли кубки и показали фильм о гонках Вам конечно приятно поездить по республике Основная наша задача встретиться с людьми Показать достижения, пообщаться То есть людям всегда интересно живое общение И нам тоже в принципе встретиться с теми, кто за нас болеет, переживает Следующим этапом на маршруте экипажа стал Лениногорск Здесь гонщики пообщались с молодежью И рассказали ребятам о своем участии в легендарных гонках Мотивировали их добиваться поставленных целей Они и мамы, и политики, и бизнес-леди, и просто замечательные хранительницы домашнего очага Сегодня наградили победительниц республиканского конкурса «Женщина года» 20 дам стали победительницами в разных номинациях От духовности до успешности Выбирали победительниц прекрасного пола из 700 претенденток со всей республики Как в любой ситуации оставаться настоящей женщиной? Спросила у них Альбина Солгараева Сегодня в большом концертном зале лучшие женщины республики Татарстан Это многодетные мамы, бизнес-леди, общественные деятели и деятели искусств Шестеро своих и пятеро племянников Гульфера Садулина из Алькеевского района воспитывает 11 детей После смерти сестры и сестренки стала мамой для их малышей Дети, они дети И свои, и приемные Мы воспринимаем всех одинаково Дети и дети Все-таки родная кровь Все о них и для них 20 победительниц конкурса Они прошли через три этапа И стали лучшими из 700 заявленных участниц Чтобы сегодня вот так стоять на сцене Душа женская По доброте, по возможностям Не имеет аналогов А то и она и женщина, и женщина-мать Продолжать роды человечества Те, кто много сделали, много повидали Женщины, что внесли вклад в культуру, бизнес И верные хранительницы домашнего очага Всего 10 номинаций Женщина третьего возраста Журналист и поэт из Бугульмы А я в Бугульме, в Татарстане На родине милой дружусь И крепкою дружбой И вами, подруги мои, горжусь Талантливой, красивой и преданной профессии Победитель номинации «Женщина-ученый» Из КФУ Альфия Юсупова 30 лет отдала науке Женщины все могут совмещать И науку, и семью, и работу Вместе с женщинами свою награду получили и мужчины Им под стать самые благородные В первую очередь мы хотим, чтобы деревья наша Амирова не пропала Поддерживаем молодые семьи Значит, при рождении детей Выделяем финансовые средства Да, это выделяли 100 тысяч рублей Конкурс только один день А вот секрет этих женщин в том, что они точно знают Что значит быть сильными и нежными Одновременно, каждый день Вечерний эфир продолжит программу «Вызов 112» Сейчас прогноз погоды Я же прощаюсь с вами, до завтра Всего вам доброго Милена Быкова завоевала золото на этапе Кубка мира по сноуборду Представительница Республики Татарстан выступает в дисциплине «Параллельный слалым гигант» В квалификации Быкова показала лучшее время по итогам двух попыток И с первого места вышла в финальную часть соревнований В борьбе за медали Милена также оказалась сильнее соперницы И поднялась на высшую ступень педестала почета В последнем туре регулярного чемпионата Суперлиги Казанский «Зенит» принимал дома питерских одноклубников Несмотря на то, что для казанского клуба этот матч никакого турнирного значения не имел Интрига все же была Именно новичок Суперлиги Питерский «Зенит» осенью нанес первое поражение казанцам на своей площадке Но второй раз повторить успех питерцам не удалось Казанцы выиграли 3-0 10 марта «Зенит» начнет плей-офф чемпионата России домашним матчем с новой На стрельбище с Вияго завершился розыгрыш очередного этапа первенства Татарстана по стендовой стрельбе Стрелки разыграли медали в двух упражнениях Трапия и скития Лучшим на траншейном стенде среди мужчин стал Артем Капустынский Спортсмен совершил 37 точных выстрелов В женской сетке на высшую ступень педестала поднялась Анна Жемкова Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань Здравствуйте! Атмосферный фронт принес в республику заметные потепления, осадки, местами метели Но зима не сдается и в последующие дни ожидается морозная погода Подробнее после полезной информации Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ компании «Данил Мастер» Вам нужен шкаф-купе, качественный, недорогой и по вашим размерам «Данил Мастер» исполнит ваше желание Успейте заказать со скидкой 20% «Данил Мастер», город Казань, улица Восстание, 23, телефон 2, 167-166 По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево Будет пасмурно, местами пройдет снег и 11 градусов ниже нуля На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге Облачные погоды с прояснениями Также со снегом и минус 11 На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске 10 градусов ниже нуля, местами пройдет снег На северо-западе Варске, Фукмаре, Бултаси Без снега не обойдется Синоптики обещают 13 градусов мороза Жители юго-запада республики Ожидает облачные погоды с прояснениями И минус 12 В центральных районах Чистополи, Альмекевске, Мамадыши Пройдет снег и 11 градусов ниже нуля В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается В Казани переменная облачность, временами выпадет снег Температура воздуха минус 11, минус 13 Ветер северо-западной порывистый До 9 метров в секунду Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 68% И еще одна полезная информация ГРК Татарской усадьбы находится в памятнике архитектуры Второй половины 19 века Здесь можно отведать национальную кухню Посетить галерею народных промыслов И остановиться в уютной гостинице Татарская усадьба Национальное гостеприимство в современном воплощении Татарская усадьба Служат примером высокой татарской кухни По старинным рецептам Только здесь подаются блюда из настоящей древяной печи Татарская усадьба Национальное гостеприимство в современном воплощении Редактор субтитров А.Семкин